Хотела бы отметить, что в этот съезд очень большое внимание уделено метаболическому синдрому. Метаболическим синдромом занимаются кардиологи, метаболическим синдромом занимаются гастроэнтерологи. Имеется в виду ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь. Имеется в виду неалкогольный стеатогепатит или стеатоз поджелудочной железы. Имеется в виду эндогринологический аспект, сахарный диабет второго типа. Но малое внимание уделяется в литературе вопросам роли поджелудочной железы. Считается, что углеводный обмен это обмен со стороны печени. При этом страдает мышечная система и в результате возникает трофологическая недостаточность. Поэтому мы еще с 2003 года решили попробовать проследить, каким образом все-таки поджелудочная железа может участвовать в обмене и иметь одно из главенствующих значений. Пожалуйста. Метаболический синдром это комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений, являющихся факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. И самое главное, что в основе лежит инсулинорезистентность и компенсатурная гиберинсулиномия. Об этом мы все знаем. Далее, пожалуйста. В настоящее время фактически мы можем поставить диагноз метаболического синдрома по обдоминальному ожирению. Окружность стали более 94 см у мужчин и более 80 см у женщин. Далее. Дополнительными претензиями являются повышение антериального давления более или равное 140-90 мм. Холестерин либо протеинов низкой плотности для мужчин больше 3 мм на литр, а для женщин меньше 1 мм на литр. А 3 глицериды больше 1,7 мм на литр. Но хочу обратить ваше внимание на то, что я бы поставила 3 глицериды на второе место, а холестерин либо протеинов поставила бы на третье место. Потому что большое значение именно в обмене липидным, в данном случае при метаболическом синдроме с его осложнениями или с его проявлениями, будут иметь значение 3 глицериды. Далее. Основные составляющие метаболического синдрома. Ну, так как мы себе представляем. Нарушение иммунного ответа, дисгормоноз, инсулино-дизистентность, нарушение метаболизма глюкозы, вагирующие с нарушениями толерантности до сахарного диабета второго типа. Ожирение. Далее, пожалуйста. Значит, вот таким вот образом. Что же является основой? Все работы указывают, что основой возникновения оживления и всех вышеперечисленных проявлений, а также метаболического синдрома, можно считать цитокиновый каскад. Основным значением или основным в этом вопросе является фактор гнепроза опухоли альфа. Значит, вот таким образом имеется уже доказанная связь с его активностью и влиянием на холестерин и липопротеинов низкой холодностью, инсулино-дизистентностью. Но не только как в качестве медиатора инсулино-резистентности, но и как фактор риска и прогрессирования метаболического синдрома. Эта концепция, в общем-то, вышла на уровень в конце 20-го столетия. Далее, пожалуйста. Хочу отметить особенно, что значение имеет аутоиммунная реакция на инсулин. В развитии метаболического синдрома имеет значение аутоиммунная реакция на инсулин. Значит, фактически мы можем ее определять. Прямая или косвенная — это сенсибилизация лимфоцитов к инсулину, выявляющаяся после супрессии клеток, которые синтезируют просто галантин или клеток с рецепторами гистамину. То есть мы имеем два механизма. Почему говорю об этом? Далее, пожалуйста. Потому что эту реакцию мы можем проводить беспрепятственно, и эта реакция высокоинформативная в период преддиабета. Она проста для нас, и мы ее можем использовать. Далее. Провокационными факторами развития сахарного диабета у лиц с такой реакцией является возраст, женский пол, избыточная масса тела, желчнокаменная болезнь, стеатоз в печени, стеатогепатит, все, что мы знаем. Далее. Что же в результате всего вот этого запуска цитокинового механизма, что же возникает? Возникает феномен гипотоксичности. Что мы подразумеваем вот феноменом гипотоксичности? Это повышенная концентрация свободных жирных кислот и постоянная стимуляция бета-клеток. Тогда вызывается дисфункция, развивается сахарный диабет 2 типа, и возникает или образуется феномен глюкозы токсичности. Мы сами знаем, что глюкоза это очень токсичный продукт, и это фактически продукт, который вызывает аптекисное окисление не только либидов, но и белков. Вчера вы слышали доклад Фадеенко Галины Дмитриевны, которая говорила об этом процессе довольно долго. Итак, я хочу подчеркнуть, что мы должны помнить не только эндокринологи, но и мы о том, что глюкоза токсична в плане того, что стимулирует развитие перекисного окисления либидов и белков. И поэтому такое большое значение уделяется в диагностике гемоглобину, гликированному гемоглобину, потому что это и есть измененный белок. Далее. Значение инсулинорезистентности, большое значение гипергликемии, артериальной гипертензии, дислипопротеиномии в развитии эндотелиальной дисфункции, которая, собственно, снижает транспорт инсулина через эндотелий. Это большое значение имеет для нашего обмена веществ. Ну, данный слайд, собственно, показывает взаимосвязь инсулинорезистентности и оживления. Мы очень, особенно женщины, любим заедать все горести сладким. И, собственно, вы слышали вчера доклад на секции диет питания о том, что украинцы потребляют очень много сладостей. Ну, так оно и есть. Значит, прошу дальше. Значит, фактически получается, что низкая физическая активность, избыточное питание, инсулинорезистентность вызывает развитие ожирения, тканевую инсулинорезистентность и компенсаторную гиберинсулиновию. Через что? Опять-таки, через напряжение деятельности клеток, бета-клеток. А вы знаете также, что бета-клетки обязательно передают свою недостаточность на экзокринные клетки поджелудочной железы. Они работают в взаимодействии и способствуют тому, что развивается протоэлитическая и амбилолитическая недостаточность. Далее. Что же делает гиберинсулиномия? Она снижает сначала чувствительность, а затем блокирует инсулиновые рецепторы, вследствие чего глюкоза и жиры депонируются в зловой ткани и еще больше усиливают инсулинорезистентность. А жировая ткань имеет большое значение висцеральная, но вместе с тем и начинает уже образовываться жировая ткань в клетках поджелудочной железы. Это не только, так сказать, домыслы, в этом уже имеются и данные. Дальше. Таким образом, гиберинсулиномия приводит к истощению секретарного аппарата клеток поджелудочной железы, особенно бета, нарушение толерантности глюкозии, вызывает гиподинамию избыток питания, и мы хотим обратить ваше внимание на то, что значение имеет и генетические факторы. Поэтому мы обязательно должны, а нам нужно уделять большое внимание. Значит, далее, пожалуйста. Кроме того, я хочу обратить внимание на то, что гипертоническая болезнь, в общем-то, может возникать по ряду причин у больных этой группы. В первую очередь страдает активность симпатической нервной системы, которая влияет на все три фактора, ведущие к артериальной гипертензии. В итоге, вносные сосуды и их вазоконстрибция приводят к гипоксии поджелудочной железы и медленной атрофии и фиброзу поджелудочной железы. Отсюда, естественно, и внешне секреторная недостаточность. Но я хочу отметить, что артериальная гипертензия дополнительно подывает давление в стенках сосудов, нарушает архитектонику эндотелиальных клеток, слущивает их, усиливая секрецию эндотелина-1, который вызывает спазм и приводит к ремоделированию стенки сосудов. Что мы знаем? В последнее время ремоделирование стенки сосудов уделено большое внимание. Если по литературе вы смотрите, то ишемическая болезнь органов пищеварения начинает все более и более занимать в нашей литературе кастер-экстрологической достаточно большое место. И вот в этом плане, в плане метаболического синдрома и участия поджелудочной железы артериальная гипертензия воспринимается как следствие метаболического синдрома. Почему я имею право так сказать, но тоже поддерживать эту точку зрения? Значит, около десятка лет тому назад было открыто большое количество ингибиторов АПФ в поджелудочной железе. Имеются работы, указывающие на то, что ингибиторы АПФ в поджелудочной железе стремятся к тому, чтобы убрать все вот эти факторы, перечисленные мной, и оставить артериальное давление в равновесии. Так что в данном случае и многими другими методами исследования показано, что поджелудочная железа имеет значение в развитии артериальной гипертензии. Ну, далее, пожалуйста. Таким образом, поджелудочная железа через абдоминальное и эстеральное ожирение вызывает на мою споносекреторную функцию поджелудочной железы. Через инсулинорезистентность гиперинсулиномии, дискормоноз вызывает нарушение нейроэнтогринной системы поджелудочной железы. На этом я могла остановиться, но подумала, может быть, вам будет интересно, а чем же все-таки мы обладаем, чтобы как-то предотвратить все это. Ну, и дальше, пожалуйста. Естественно, Далее, пожалуйста. Далее, да. Естественно, какие же изменения возникают в поджелудочной железе в следствии именно процессов, которые развиваются при метаболическом синдроме. Это ишемический панкреатив. Далее, пожалуйста. И это триглицеридемический. Триглицеридемический панкреатив, далее, пожалуйста, опасен тем, как доказали работой Натальи Борисовны. И есть еще одна работа у нас из Шатомирской области. Опасен тем, что он возникает у женщин преимущественно и характеризуется тем, что имеет агрессивное течение. Далее, пожалуйста. Далее. Значит, далее. Далее, пожалуйста. И, наконец, я хочу сказать о том, что у больных хроническим рецидивирующим и хроническим панкреатитом обязательно дуртийными методами лабораторного обследования нами, гастеэнтерологами, должно быть. Далее. У больных с метаболическим синдромом при лечении и прогнозировании следует учитывать состояние как эндокриной, так и экзокринной функции поджелудочной железы. Далее. У больных ПП следует обязательно, как можно раньше, проводить коррекцию метаболических нарушений, обусловленных инсулинорезистентностью. И далее. Далее, я хочу остановиться на значении цирреактивного пылка. Значит, в последнее время в патогенезе многих заболеваний значение уделяется цирреактивному пылку. Определить мы его можем теперь уже количественным методом и знаем, что если он до 10 микрограмм на литр определяется, значит, это более-менее субклинический вариант или норма. Если выше 10 до 100, то это небактериальный уровень поражения. И если выше 100, 500 и даже 1000, то это очень опасное состояние, характеризующееся бактериальной инвазией, которая может привести к недостаточности полиорганной или полиорганной дисфункции, а отсюда к очень неблагоприятному исходу. Вот в этом плане значение имеет, в общем, имеется 5 типов цирреактивного белка. И в этом плане имеет значение, конечно, цирреактивный белок, который в тех формах обитает в крови. Я также хочу отметить или обратить ваше внимание на то, что мы можем проявлять этот цирреактивный белок, можем видеть, в каком состоянии находится наш пациент, и его тоже необходимо определять. Теперь, в чем заключается первичная профилактика атеросклеротических заболеваний, к которым относится и разбираемый нами метаболический синдром. Далее, пожалуйста, если можно. Уже нет, да? Значит, это борьба с курением, алкоголизмом, испыточной массой, дислепидемией, гипертонии. Далее. И, конечно, далее, пожалуйста. Конечно, это то, о чем говорила сейчас Наталья Борисовна, соответствующее рациональное питание, и о чем мы говорили целый день перед этим. Далее, пожалуйста. У больных метаболическим синдромом без сахарного диабета рекомендуется большинством авторов, особенно в России, апарбоза в дозе 150-300 мг в сутки. Именно она нормализует нарушение углеводного обмена и липидного, способствует снижению массы тела и нормализации артериального давления. Вы знаете, что имеется направление в лечении дислепидемии. Но хочу обратить ваше внимание, что как эндокринологи, так и институт гастроэнтерологии под руководством лазерника, профессора, считают, что уходить от пигуанинов в этом случае пока что нельзя. И они рекомендуют метформин 1000-1500 мг в сутки в течение 12-16 недель, особенно там, где присутствует неалкогольная жировая болезнь печени. Там можно дозу увеличить до 1750 мг. Трепарат назначается сначала по 500 мг перед сном, однократно в течение недели. Это считается адаптивный период. А затем по 500 мг утром и вечером после еды 12-16 недель. Ими показано с помощью геопсии печени, что метформин не влияет на изменение структуры печеночных клеток. Отрицательно, только положительно. Далее, пожалуйста. Но что он делает? Он уменьшает глюконеогенез в печени, снижает гликемию натощак, снижает чувствительность к инсулину, способствует выработке инсулина и уменьшает всасывание глюкозы в тонкой кишке. Значение его таким образом достаточно велико. Далее. Снижает уровень 3 глицидидов, общих холестерина и самое главное, что мы знаем, это анодептическое действие. Далее, пожалуйста. Тогда же препарат метформин не назначается. Не назначается он в трех случаях. Далее. При наличии гипоксических состояний любой теологии. Сердечная недостаточность, слёдочные заболевания и другие. При употреблении алкоголя и при нарушении функции кучев метформин не может назначаться. Далее. И курсодезоксихолевая кислота. Значит, курсодезоксихолевая кислота в этом случае имеет огромное значение как в обмене холестерина, триглицеридов, так и, соответствующим образом, предотвращение воспалительного процесса, который вызывается цитокиновым каскадом. Она назначается по 15 миллиграммов на 1 килограмм массы тела в сутки в течение 12-16 недель. Значит, я хочу отметить, что вопрос сусодезоксихолевой кислотой — это история, мы её применяем уже давно и начинаем урсодезоксихолевая кислота входить в кастер-энтрологическую практику с работ профессора Дегтярева Ирины Ивановны. Ну вот, не будем дальше углубляться. Далее. А обратим внимание на вот каскад действия урсодезоксихолевой кислоты, которого нет у всех таких препаратов, как адепетианин, эссенциальные фосфолииды. Далее, пожалуйста. Значит, чем хорош? Это антиоксидантный эффект. Но антиоксидантный эффект урсодезоксихолевой кислоты работает только на длотатионовую систему. И это тоже мы должны знать, потому что если вовлечены другие системы, мы должны применять другие препараты. Антиоксидантный эффект. Антиоксидантный эффект. Антиоксидантный эффект. Антиоксидантный эффект. Далее, пожалуйста. Предохраняет от акофтоза. Гипоколестериновый эффект. Он снижает не только синтез колестерина и всасывание его в кишечнике, но и снижает уровень триглицеринов. Вчера я слышала или позавчера доклад, где говорилось о том, что высоксихолевая кислота не влияет ни и оказывает влияние на триглицериды. Она снижает триглицериды. Далее антихолестатический и липокцидопротективный эффект. Далее, пожалуйста. И таким образом, кушсотфальп обладает гиполепидемическим эффектом. Почему я обращаю внимание на этот препарат? Потому что вот когда у нас заседал клуб подкриотологом весной, выступали представители из Института гастроэнтрологии Московского, занимающиеся именно этой проблемой. И говорили о том, что они сравнивали действия статинов и урсобезоксихолевой кислоты. Мягче, значительно мягче действует урсобезоксихолевая кислота. И у них специально организовалась группа для того, чтобы провести исследование сравнительного плана и решить место статинов и место урсобезоксихолевой кислоты в этом вопросе. Но я хочу дальше, пожалуйста, обратить внимание, что этими вопросами занимался Институт гастроэнтрологии в Москве, наш Институт Днепропетровский-Филиппова, Институт терапии имени Академика Малой в Харькове, кафедра внутренних болезней имени Губергриса в Донецком государственном медицинском университете. И, конечно, Львовский институт занимается этим. Мы все занимаемся в Украине изучением деятельности урсобезоксихолевой кислоты. Может быть, потому что я влюблена в этот препарат, я хочу сказать, что не каждому урсобезоксихолевая кислота может быть назначена. Мы хорошо помним, что только у лиц, где нет повышенного кислота образования. У лиц, где имеется повышенное кислота образования, раздражение двенадцатиперстной кишки, я обращаю внимание, язвы двенадцатиперстной кишки, назначают критичные желчные кислоты, мы не будем. Я думаю, что я... Далее, пожалуйста, на этом... Далее, 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 пожалуйста. И еще. Все это липидный обмен. Как влияет на липидный обмен? Далее, пожалуйста. Ну и на этом я думаю, что мы закончим с вами. Если есть вопросы, пожалуйста. Спасибо.